Футбол в темноте. Впервые в Дагестане состоялся мини-турнир среди незрячих. Соревнования прошли на полях Анжи-арены. Кубок чемпионов разыгрывали 4 команды. Кому в итоге достался почетный трофей, узнаем у Курбана Рагимова. Обработать мяч, пройти с ними, довести атаку до удара – это классика футбола. Но тут играют незрячие, лишь некоторые различают тени и силуэты. Поэтому условия для всех равны на лицах специальной повязки. Контролировать мяч в таких условиях крайне сложно. Даже, наверное, профессиональному футболисту. В моем случае главное попасть не то чтобы по воротам, а по мячу. Пробивали футболисты гораздо точнее. Зрячие тут только голкиперы и те с трудом отражают мячи. Для динамики здесь нет аутов и офсайдов. В такой игре спортсменам зрение заменяет слух. Мяч они не видят, зато слышат. Здесь все как в обычном футболе и поле, и ворота. Но главная особенность этой игры – вот этот вот мяч. Внутри него расположены специальные колокольчики. И он практически не отскакивает от земли. Футбол незрячих в республике развивают только три года. Ключевая фигура – энтузиаст Гаджмурат Магмед Расулов. Организатор турнира уверен, у нашей команды впереди большое и светлое будущее. Поддержать игроков приехали звезды дагестанского футбола, именитые спортсмены и общественные деятели. Мы двигаемся очень широкими шагами в развитии этого вида спорта. Мы выиграли грант на Машуке. И с момента реализации этого гранта совместно с Федерацией спорта слепых мы реализуем сам этот проект футбольный, связанный с незрячими людьми. Потому что мы уже собрали школьную команду, команду, которая на первенстве будет играть России. И в принципе две взрослые команды полноценные у нас на сегодняшний день уже есть. Все свои финты Сергей Монжов делает на автоматизме. Футбол для гостя из Москвы уже давно стал образом жизни. Спортсмен, один из лидеров сборной России, мечтает однажды сыграть на Паралимпиаде. С 2008 года у нас уже профессиональная подготовка. У нас тренировки по пять тренировок в неделю. По сути, наша работа уже. Я хоть параллельно учился, но тем не менее сейчас уже в основном все время трачу на футбол. Опытного москвича и его партнера приводят в пример местным игрокам. Это своеобразный мастер-класс. Теперь дагестанцы на себе испытали уровень сборников. Команды Дагестанской республики, они последние года два-три с каждым годом прибавляют потихонечку. Вот буквально в этом году чемпионат России проходил, они заняли четверое место. Но там не хватило по разнице мячей буквально одного мяча, чтобы бронзовые медали завоевать. Хорошо здесь развивается футбол, и кандидаты есть в сборную команды России. Эту проверку наши прошли лучше всех. На турнире выступил клуб из Избирбаша. В финале были обыграны махачкалинцы, а на третьей строчке гости из Чечни. В феврале следующего года сборная России отправится на молодежное первенство мира. И велика вероятность, что цвета национальной команды в Колумбии будут защищать дагестанские футболисты.